Всем привет! С вами канал «За нами уже выехали». Тема выпуска печальная, но быть её стороной никак нельзя. 52 человека сгорели заживо в автобусе в Актюбинской области. Вопросов, как обычно, два. Кто виноват и что делать, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась? Поехали! Для тех, кто вдруг пропустил эту новость, напомним. 18 января на трассе в Актюбинской области загорелся пассажирский автобус марки «Сетра». Он ехал из поселка Жебекжелы Южного Казахстана в Казань. В автобусе находились граждане Узбекистана. Почти все они погибли в течение пяти минут. Выбраться из автобуса удалось только пятерым. Их здоровью сейчас ничто не угрожает. Отмечается, что двери в автобусе были заблокированы. Предварительных версий пожара было несколько. От короткого замыкания до криминальной. Озвучилось предположение, что автобус могли поджечь намеренно. Сейчас обе этих версии выглядят несостоятельными. В автобусе нашли паяльную лампу, которой грелись пассажиры. И остатки пятилитровой емкости с бензином, которым эту лампу и заправляли. Выяснилось, что на трассе у автобуса заглох двигатель. Соответственно, печка не работала. Пассажирам пришлось греться лампой. Судя по всему, в результате неосторожного обращения с огнем емкость загорелась. Пять литров бензина вспыхнули мгновенно. Началась паника, давка, закрытые окна и двери. Кто-то задохнулся, кто-то загорел заживо. Страшнее смерть придумать сложно. В погоне с заброским заголовком российский канал РЕН-ТВ уже выдвинул версию драки в автобусе, сославшись на слова свидетеля ДТП из числа дальнобойщиков. Цитата. Узбеки в автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там не поделил, пнул баклажку с бензином. Но она попала на лампу и сразу все вспыхнуло в салоне. Поэтому никто и не выжил. Конец цитаты. Страшный каламбур, но похоже в погоне за горячей новостью журналисты РЕН-ТВ могли перегнуть палку. Как дальнобойщик, проезжая мимо, мог разглядеть драку в салоне, непонятно. Но суть от этого не меняется. Версия с бензином и лампой выглядит максимально достоверной и логичной. Из открытых и пока не выясненных обстоятельств остается вопрос. Как смогли выбраться пять человек, включая двоих водителей? И почему тем же выходом не воспользовались остальные? Можно предположить, что они выскочили через водительскую дверь или окно, тогда как центральные и передние пассажирские двери были заблокированы. Если очаг возгорания был в районе передних кресел автобуса, тогда, возможно, остальные не рискнули лезть через огонь в водительскую кабину. Но это все теории. Ждем окончательных вердиктов расследования. А теперь о выводах неутешительных. В подобной ситуации люди, особенно на втором этаже автобуса, должны пользоваться аварийными выходами, бить окна и выбираться наружу. Разбить окно в автобусе подручными средствами, учитывая панику и давку, непросто. Для этого над окнами должны находиться специальные аварийные молотки. Но, как предположил в интервью Тенгри Ньюс Киезет ветеран МЧС полковник в запасе Мураджу Матаев, по всей вероятности, чтобы не дуло, все запасные выходы были плотно закрыты, окна забиты, законопачены. Что касается молотков, вопрос к подписчикам нашего канала, которые часто ездят в рейсовых пассажирских автобусах. Вы вообще знаете, как эти молотки выглядят? Особенно в старых автобусах они зачастую просто отсутствуют. Цитата Жуматаева. Кто допустил, чтобы этот автобус ехал через весь Казахстан в Россию? Прежде чем его выпустить в дорогу, они должны были его проверить. Аварийные выходы. В салоне должно быть как минимум 4 огнетушителя. Конец цитаты. Жаль, что у нас в Казахстане то, как должно быть и как оно есть по факту, очень часто не совпадает. Кто и как проверяет автобусы перед отправкой в рейсы, все прекрасно понимают, и глаза на мелкие в кавычках нарушения очень легко за определенные суммы закрываются. Сейчас наверняка будет показательно и публично громко наказаны все, кто был причастен к этому ужасному рейсу. Компания, которая осуществляла перевозку, люди в теории ответственные за выпуск автобуса в рейсы и так далее. Определенные вопросы будут заданы и спасшимся водителям. А что дальше? Масштаб проблемы очевидно намного больше. Произошедшую трагедию, конечно, можно назвать частным, не частным случаем и забыть ее, как страшный сон. Но по факту, в таких же автобусах, в таком же состоянии приходится каждый день с города в город передвигаться большинству казахстанцев. Будет ли проведена масштабная ревизия? Будет ли проведен внеочередной честный техосмотр всех рейсовых автобусов? Или подождем еще? А пока будем ездить на свой страх и риск, на всякий случай ночью не спать и возить в ручной кладе молотки с огнетушителями. Так, на всякий пожарный. А сегодня пока все. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что по этому поводу думаете вы. Берегите себя. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok